У меня нет ощущения, что Украине удастся волокитить с этой формулой. Россия на этот случай продумала некоторые контршаги. Это не только влияние на западных контрагентов, которые будут давить на Зеленского, поверьте, они будут давить, но и некоторые шаги, которые позволят стимулировать мирный процесс вот в такой интерпретации, в такой формулировке. Я говорю вполне серьезно. Поэтому я не думаю, что Украине удастся очень уже волокититься. А можно вот что-то об этих шагах конкретно или нет? К сожалению, нет. К сожалению, я не могу. Я знаю, что на сей счет продумалась система мер, которые позволили бы стимулировать действующее украинское руководство к выполнению этой формулы. И я думаю, что эти шаги могут оказаться очень эффективными. Я не знаю, будут ли они применяться. Это же, еще раз подчеркну, это же все планы, понимаете. Планы меняются в зависимости от ситуации, от ее динамики. Но то, что об этом думали изначально, я могу точно сказать. Валерий, извините. И я могу сказать, что Москва воспринимает Зеленского как просителя. Вот это очень важно. Он просит о мире. Я понимаю, что это объективно сложившаяся ситуация, что, видимо, у него другого выхода нет. Но если вы подходите к нынешним российским правителям с позиции слабости, вы должны понимать, как они к вам будут относиться. Я могу вам сказать, что будет следующим шагом. Каким? Внешне пропагандистским. Украина заявит... Ну, украинское руководство будет подталкивать к тому, чтобы оно заявило на совместной ответственности с Россией за гибель БОНГ МИЧ-17. Ого! Ничего себе! Что оно несет свою долю ответственности. Вообще к этому все дело идет сейчас. Это будет... Причем это будут инициативы, исходящие формально не от Российской Федерации, а от каких-то других участников. Редактор субтитров А.Семкин